Больший заместитель министра здравоохранения Дагестана обвиняется в коррупции. Общая сумма взяток превысила 75 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура республики. Два месяца без воды жители села Катюбик Тарумовского района просят властей принять меры. Страдают и взрослые, и дети. Муфтия республики шейха Ахмада Афанди посетили религиозные деятели из Ирака. Потомки шейха Абдул-Кадыра Джеляни мечтали посетить Дагестан и встретить здесь духовного наставника. Трофея останется в Махачкале. Команда Дио выиграла кубок Муфтията по мини-футболу. Турнир собрал 32 команды. Об атмосфере этого спортивного праздника расскажем через несколько минут. Более 75 миллионов рублей. Именно на такую сумму обвиняется в получении взяток бывший замминистра здравоохранения республики. По версии следствия, с 2019 по 2021 год он получал незаконные деньги за содействие в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования. В сотрудничестве со своей знакомой предпринимательницей он помогал подписать соглашение с подконтрольными ей организациями. От общей суммы каждой сделки бывший чиновник получал 10 процентов. И это не единичный случай его неправомерных действий. В 2020 году бывший чиновник получил от предпринимателя взятку в размере 400 тысяч рублей за представление последнему информации о характеристиках планируемого к приобретению лечебного питания до размещения соответствующего извещения в единой информационной системе в сфере закупок в целях участия в аукционе и последующего заключения с Минздравом региона государственного контракта на его подставку, а также за общее покровительство и попустительство по службе. Уголовное дело прокуратурой направлено в Кировский районный суд города Махачкалы для рассмотрения по существу. Сразу в четырех школах Махачкалы закрыты отдельные классы из-за случаев пневмонии. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Кроме того, из-за большого количества заболевших гриппом и ОРВИ, приостановлена работа двух детских садов. Это в Буйнакском и Кумтеркалинском районе. Надзорная служба сообщает, что за прошедшую неделю в республике выявлено более двух тысяч случаев заражения ОРВИ. Конечно, профилактика – это самая лучшая мера. Но если все-таки уже начались первые симптомы заболевания, то, конечно, лучше начать с обильного питья. То, что мы все знаем, это компоты, такой же наш знаменитый кураговый компот, чай с малиной, с лимоном, обрепиховый чай, который содержит много витамина С, который является антиоксидантом. И, конечно же, уже если противовирусные мы подключим препараты, они тоже в первые дни очень эффективны. А дальше, конечно, уже смысла нет. Там уже будет присоединяться бактериальная инфекция, уже надо будет употреблять антибиотики. И, конечно же, желательно уже отлежаться дома хотя бы первые три дня. И реально, если человек все это соблюдает, то такого уже сильного процесса воспалительного верхних отделов дыхательных путей уже не наблюдается. Можно на этом этапе действительно все закончить. Деньги есть, а воды нет. Жители селения Коктюбей Тарумовского района уже два месяца живут с этой проблемой. Нехватка питьевой воды лишает возможности нормального существования. Также отсутствует поливная вода, из-за чего страдают посаженные фрукты и овощи. Такая ситуация вызывает у сельчан глубокую обеспокоенность. По сей день нет постоянной подачи воды. Она отсутствует, бывает полностью сутками. У нас в тазике, в ванночке, с новорожденными детьми. Мы буквально в двадцать четвертом году живем как в девяностые. Моемся, купаемся в тазиках. Я беременная таскала баклажки с питьевой водой, потому что как пить, как мыться. Во-первых, огородчик, который маленький, с цветами, с этими огурцами высох. Я не знаю, в трубах нету. То бывает, то не бывает. У меня практически не идет вообще. Местные районные власти начали замену старых труб на новые, выделив на этот проект более полумиллиона рублей. Однако проблема до сих пор не решена. Более того, по жалобам сельчан они не были проинформированы о начале ремонтных работ, не знают и о сроках их завершения. Проблема с водой из-за того, что положили трубы малого диаметра. А в скважине дебет маленький, потому что скважина от 71 года, ей уже практически 53 года. И дебет маленький. Пока мы не почистим саму скважину, не увеличим дебет, проблема будет сохраняться. Вообще-то я разговаривала с людьми, которые занимаются, чтобы прочистить скважину. Ну, вчера разговаривала с главой района, он сказал, что, скорее всего, лучше закольцевать. В принципе, я не против, давайте будем кольцевать. Люди же в зиму не останутся без воды. Ситуация усугубляет отсутствие организации доставки в село питьевой воды. Жители просят ответственные органы обратить внимание на их проблемы и создать нормальные условия для жизни. Страдают не только взрослые, но и дети. Резкий рост незаконного майнинга криптовалют зафиксирован в Дагестане. За девять месяцев текущего года правоохранительными органами выявлено 28 нелегальных майнинг-ферм. Объем похищенной электроэнергии достиг 55 миллионов киловатт-часов. Это хватило бы на обеспечение небольшого города. Ущерб бюджету, по данным ведомства, составляет более 150 миллионов рублей. Количество выявленных фактов хищения электроэнергии посредством выработки криптовалюты майнинг-фермами на территории Дагестана и объем похищенной электроэнергии выросли практически в два раза. Полторы тысячи тонн вмещает в себя новое овощехранилище в Левашинском районе. Он имеет 8 отдельных блоков для хранения капусты, моркови и свеклы. Комплекс позволит реализовывать продукцию в среднем на сумму 240 миллионов рублей. Проект был реализован на грантовые средства Минсельхоза Республики. Однако, по словам главы муниципалитета, район нуждается в хранилище овощей на 20 тысяч тонн. Левашинский район производит более 1% мирового объема капусты. Мы можем этим хвастаться. И у нас есть в планах дальнейшее увеличение объема производства овощей. Также у нас в районе культивируется выращивание как в районе территории, так и за пределами района другой овощной продукции, моркови. С учетом того, что с санкционными проблемами и то, что задача поставлена в федеральный центр и заменить импортные сорта своими, вот Минсельхоза Республики, по линии Минсельхоза России оказывается реальная помощь в реализации данной программы. Потомки шейха и великого ученого Абдул-Кадыра Джилиани посетили муфтия республики. Религиозные деятели из Ирака всю жизнь мечтали приехать в Дагестан и увидеть здесь суфийского наставника. Они не скрывали радости от встречи с духовным лидером. В поездке их сопровождал муфти Волгоградской области Батта Кифах Мухаммад. Шейх Ахмад Афанди тепло встретил гостей и провел с ними дружескую беседу. «Вы говорите, вы придерживаете Тасауфа. Это нас радует. И то, что вы приехали в Россию, и здесь вас интересует, как придерживаются россияне Тасауфа, тоже, конечно, с одной стороны интересно. Это арабский мир, который держится на Тасауфе. И они в России хотят узнать, Тасауф. Я хотел спросить, с кем ваше руководство дружит? Когда вы сказали, что с Россией дружат, я думаю, будет хорошо, потому что там, где тяжело, президент России везде поддерживает, чтобы от них была максимальная польза для мусульман, чтобы они развивались. И то, что они недавно, в прошлом, видели, вот это, как горькая эта война, даже слово, чтобы они это дальше не почувствовали. Пусть там нашим братьям, чтобы от меня салам передали, если это можно. Почётные гости из Ирака отметили, что у их страны хорошее отношение с Россией. Это позволяет знакомиться и более тесно общаться с единоверцем двух государств. Я очень рад познакомиться с вами. Счастлив тот, кто увидел эти края. Благодать и божественную милость, которые здесь есть. Мы очень рады за Дагестан. Острая борьба на поле, а за его пределами только дружба. Это ежегодный кубок муфтиата по мини-футболу. Предварительные игры четвёртого по счёту турнира проходили одновременно на трёх полях. Оспорить почётный трофей в Махачкалу приехали 32 команды. Честь своего города или района отстаивали сотрудники разных организаций, подведомственных муфтиату. Это имамы, преподаватели, работники отделов просвещения и СМИ. Здесь всё проходит на максимально братском, приятном уровне. Очень приятно находиться в кругу братьев. Только по работе увидимся, а здесь уже спортивный такой интерес, совсем другие эмоции. Надеемся, что победит сильнейший, как говорится. У арабов есть такая пословица. Спорт – это жизнь. Конечно, духовный человек должен быть развиты. И физически, и духовно. Это тоже необходимое качество для верующего человека на следующий день. Команды разбили на 8 групп. На первой стадии определились участники плей-офф. Идти к победе продолжили 16 лучших коллективов. Здесь матчи шли на выбывание. Для всех футболистов и болельщиков турнира организовано горячее питание – чай из самовара и ароматный плов. Соревнования призваны укрепить дружеские отношения между выходцами из разных муниципалитетов. Об этом на церемонии открытия говорили организаторы. К участникам также обратились известные спортсмены. Такое ощущение, что все имамы занимаются спортом. Это очень радует. Я вам всем желаю здоровья, в первую очередь. Вторую очередь, конечно, что вы это свое здоровье и это все использовали ради ислама, как вы это все делаете. Вам желаю успеха, удачи, чтобы всегда вот так дружно, братские отношения, чтобы у нас всегда сохранились. Будет самое дорогое то, что у нас есть сегодня в Дагестане. Ахамдул-Ллях, я еще раз благодарю Всевышнему за то, что вот такие мероприятия у нас проходят. Вот такая сильная, спортивная, еще самое главное образованная, начитанная команда у нас есть. И в эту команду, что мы попали, я думаю, мы должны искренне шукру делать Аллаху. И самое главное, чтобы наши эти мероприятия, они сплачивали нас. Мы друг друга узнали, единство, братство, чтобы между нами усилилось. Без поражений путь к финалу прошли действующие чемпионы турнира из ХИФС-центра и команда Дагестанского исламского университета. В этом упорном матче победу с минимальным преимуществом праздновали футболисты ДИУ 2-1. Золото Кубка Мафтията они выигрывают впервые. Заранее тоже говорили, что ХИФС хорошая команда. В прошлом году тоже они чемпионами становились. И из-за этого мы, честно сказать, заранее тоже не готовились к турниру. Вот в течение недели нам сказали, что турнир будет. И мы команду тоже собрали, более сбалансированных игроков, которые один-два раза играли. Один раз тоже собрались, там познакомились на поле, там познакомились, новых игроков тоже взяли. И вот первый раз на турнире мы сыграли здесь. Бронзовые медали достались команде из Унцукульского района. В малом финале они оказались лучшей коллектива из Хунзахского района. Победители турнира получили кубок, медали и денежные премии. Организаторы также учредили награды в индивидуальных номинациях. Лучшим вратарём признали Ахмада Насрулаева, а звание лучшего игрока досталось Абдурахману Будунову. Курбан Рагимов, Ислам Халиков, телеканал ННТ, Махачкала.